Субтитры сделал DimaTorzok И так будет очень много у нас с вами диспутов Сразу говорю, что отвечаю на вопросы из инстаграма И отвечаю только на вопросы про отношения, про любовь То есть про то, что я сказала, скажем так Потому что я там видела вопросы, которые вообще не соответствуют тематике Поэтому нет, сегодня будем говорить про любовь Комментариев много Я уверена, что некоторые вопросы будут дублироваться Ну, значит, я просто не буду отвечать на этот вопрос Потому что толочь воду в ступе тоже как бы не хочется Первый вопрос Ксюша, как относишься к идее жить вместе до замужества? Двояко Скажем так, я с мужем не жила до замужества Потому что это как-то странно Мне кажется, это отбивает желание жениться Вот напрочь Это стимулирует мужчину подтягивать счастливый момент бракосочетания Потому что это логично Зачем покупать корову, если молоко каждый день и бесплатно То есть получается, я расщу дочечку, свой цветочек, свою рыбоньку Для того, чтобы она потом сошлась с мужчиной Которого она будет обстирывать, обглаживать, кормить, поить и так далее А он будет ходить по дому в трусах и думать Жениться ему на ней или не жениться Вот я против этого Мне кажется, сожительство перед свадьбой отбивает желание вообще жениться Но сейчас я сталкиваюсь у друзей, у знакомых с ситуацией Когда если бы молодые пожили вместе Они бы не женились, потому что поняли, что не подходят друг к другу То есть мне кажется, что это предостерегло бы их от такого глупого поступка Ну не знаю, не знаю Короче, я с мужем до свадьбы не жила Ну с Ильей, да, я имею ввиду И я это не очень одобряю Привет, Ксюша! У Ильи бывает плохое настроение? Как ты себя ведешь в такие периоды? Его лучше не трогать или наоборот приласкать? Заранее спасибо за ответ Все зависит от того, бывает ли плохое настроение Разумеется, бывает Он может быть расстроен, он может быть разозлен Он... Я, конечно, спрошу, что случилось Но я никогда не лезу в душу в такие моменты Потому что у меня просто какая-то волосина И знаете, очень... Вот она, зараза Я, скорее всего, спрошу, что у него случилось Но я не буду лезть в душу и докапываться Что там, кто там тебя обидел Если я вижу, что настроение плохое Я могу просто подойти, обнять Знаете, как это известная картинка в интернете, да? Что все козлы, а ты хорошенький Вот, типа того Если у Ильи плохое настроение Ну, из-за меня Вот, да, то есть там какая-то ссора Какое-то недопонимание То я, скорее всего, не буду трогать его Вот Илья очень любит, допустим, походить Подумать, когда он там разгневан, допустим Но я, вы знаете, в каждой ситуации Веду себя по-разному Иногда действительно, если ситуация Ну, как бы я понимаю, что ломаного гроша не стоит Проще подойти, обнять, пощекотать То есть как угодно развести на положительную эмоцию А там уже что-нибудь-то вывезем Хочу вас спросить Что в вашем понимании счастливая семья? Что же нужно делать, чтобы быть такой семьей? Это очень сложный вопрос Вообще, я там видела Я же глазами пробежала, да, комментарии Что там были вопросы Такие вот очень общие Я их не люблю Мне нравится, когда какой-то локальный, конкретный вопрос Семья состоит из людей Пока все логично И вот, на мой взгляд, семья счастливая Это когда каждая частичка этой семьи Да, мама, папа, я Счастлива Сама по себе И в составе той семьи, в которой она находится То есть, знаете, когда все в семье несчастливы Ну, например, мама решила, что семье нужен ремонт Ну, ремонт, ладно, это так на общее благо, да Мама решила, что семье нужно оздоравливаться И все теперь пьют по утрам какие-то коктейли Я знаю историю семьи, когда мама решила, что всех нужно уринотерапии оздоравливать И вся семья, чтобы маму не расстраивать Ведутся, подкидываются на какую-то ее фигню То есть, мама счастлива Вроде как бы внешне, да, семья занялась своим здоровьем Да, вроде как бы внешне, это кажется, ну, правильной закономерности, да Но, по сути, никто не счастлив Мама каждый день борется с семьей Заставляет их там что-то пить, да Эти сельдереевые коктейльчики Семья это все терпеть не может И с мамой воюет Ну, зачем это делать, да То есть, мне кажется, что Для того, чтобы быть счастливой семьей Нужно очень сильно любить друг друга При этом не пытаться у человека отнять весь воздух И занять все пространство вокруг него Вот так, я не знаю Я надеюсь, что вообще понятно говорю Потому что у меня в голове это все звучит Ну, как-то более литературно и как-то красиво Ну, ладно Смотрю тебя всего пару-тройку месяцев Такая ты уже родная Как часто муж тебя балует сюрпризами и подарками? Подарками часто, сюрпризами, ну, практически никогда Дело в том, что Илья очень боится прогадать с каким-то подарком И он мне всегда покупает то, что я хочу То есть, скорее он мне денег даст Чем сам пойдет что-то покупать мне Ну, в принципе, да Он с подарками не прогадывает никогда Но при этом, конечно, мне бы хотелось сюрприз Что-то такое неожиданное А если вы о том, что там неожиданно цветы Или там еще что-то Нет, такого вообще не бывает Ой, слушайте, я так поняла Тут вопросы про свекровь, они очень злободневные Кто не смотрел мое видео про свекровь, пожалуйста, посмотрите Ксюша, как у тебя отношения со свекровью? Как сделать так, чтобы она не лезла постоянно в семью сына? У меня со свекровью отношения отличные Моя свекровь мудрая женщина Ей есть чем заняться Мне кажется, что лезут в семью сына, кстати Те, кому вот реально нехрен делать У моей свекрови хозяйство, работа, огороды, муж Не, не так Муж, хозяйство, огороды, внуки, дети, друзья Моей свекровью всегда есть чем заняться А вот эти свекрови, которых, знаете, вот реально Может человек такой, знаете, противненький Нечего делать Вот она нечего И она вот сидит и думает Как бы мне вот сейчас сыночку там еще там что-то Десять раз за день позвонить Потом вечером на два часа его занять С ним потрепаться по телефону Вот, а еще и приехать в гости А еще и так далее, и так далее, и так далее Вот, поэтому, я не знаю, мне кажется, надо занять Найдите в свекрови клуб по интересам А вообще все зависит от мужчины Вот эти отношения со свекровью То есть, когда мужчина понимает, что Я люблю эту женщину И вот моей маме эта женщина не нравится Но какую бы я в дом не привел Она не понравится моей маме Тогда мужчина готов немножечко маму в сторону Либо поговорить с ней серьезно Либо действительно просто ввести ее в сторону И сказать, мама, все, я от тебя абстрагировался Все, стеночка, я в домике, да Тогда мужчина может что-то А если мужчина это устраивает То есть, то маленький сынок, который готов мамину грудь сосать и 40 лет Вы ничего не сделаете То есть, если мужчину устраивает, что мама лезет в его жизнь Вы ничего не сделаете А мужчина, если его это не устраивает Способен эту ситуацию пресечь на корню Привет! Желаю, чтобы получилось крутое видео Посмотрим, посмотрим Я, кстати, предполагаю, что у нас будет несколько частей с вами Как думаете? Обожаю растворимый кофе с сукралозой Почти остыл Как ты относишься к стратегии девушек, которые вынуждают парня сделать предложение? То есть, давят на него своим А когда? А вот соседки парень сделал через 2 месяца Ну, я немножко перефразирую Ну, а ты, когда уже решишься Ты что, меня не любишь? Как я к этому отношусь? Я считаю, что это непродуктивно совершенно Я считаю, что в современном мире Мужчину невозможно заставить на себе жениться Ну, правда Он найдет миллион отмазок Ну, нет Ну, правда Мужчину невозможно заставить, вынудить жениться Можно надавить на некоторые точки Ну, и к чему это приведет? Вам зачем это нужно? Мне кажется, это так унизительно Я, ну, вот Я Илью не заставляла Мне нужно было так, чтобы он захотел на мне жениться Вот мне нужно так, чтобы мужчина сам, знаете Чтобы он зубами грыз Понимаете, тут, я не знаю, что-то, да Гранит, чтобы до меня добраться Чтобы я была нужна Когда вот это вот начинается Это контрпродуктивно Это так унизительно Вообще находиться в позиции просителя Брак мужчинам нужен гораздо больше, чем вам Мужчина в браке дофига всего приобретает А женщина приобретает только проблемы на самом деле Вот по большей части вы задумаетесь Хотела бы ты жить с родителями и мужем Или на кухне нет места двум хозяйкам Какими бы теплыми не были отношения Не, я бы ни с кем не хотела жить А зачем мне? Мне нравится самой жить Вот серьезно, у меня достаточно большая, да, квартира А мне все равно мало места Я жила всю жизнь в однокомнатной квартире До этого, да, с мамой И это тяжко, там, ну, как бы мне мало места Я не готова, я не очень люблю людей На кухне двум хозяйкам Вот к нам, допустим, приезжает Илюшина сестра Мы можем там вместе что-то готовить Меня вообще не накаляет Мне почему-то нравится, даже когда у меня есть подмастерье Когда там, пока я что-то делаю Кто-то чистит картошку Мы тут же что-то вместе, вроде весело То есть меня это не накаляет Но, возможно, на постоянной основе, да, меня бы это бесило Возможно Да, нет, не хочу ни с кем жить Я взрослый человек Если можно, Ксюш, назови, чем необычным тебя покорил Илья Ведь наверняка у тебя было много поклонников И три восклицательных знака Да, было много поклонников Илья был Был и есть Он очень добрый И, ну, сложно, да, но добрый Что такое добрый? Илья великодушный И я даже не знаю, как это объяснить Но, наверное, на данный момент Илья самый честный И самый открытый человек из тех, кого я знаю То есть это человек, от которого вообще не ждешь подлянки Ну и, конечно, я обожаю надежных мужчин Вот когда от мужчины веет стабильностью У меня прям просто эрекция Я не могу Я обожаю Вот, поэтому Ну, наверное, вот этим Это действительно в наше время очень необычно Сейчас все такие хитрые Все такие пройдохи Все такие знают, как там Ну, когда не обманешь, не проживешь, как говорится Вот Илья не такой Всегда интересовала... Ксюша всегда интересовал вопрос Если парень хочет сделать девушке приятное, он дарит цветы А что дарить парню, чтобы мелочь, но приятно Готовьте мужчинам еду Например, сделайте ему шарлотку Или сделайте ему какую-нибудь шаверму эксклюзивную Там, не знаю, что-нибудь придумайте Я считаю, что мужчин еда очень, как сказать Не то, что приманивает Ну, короче, делайте мужчинам еду Какие-нибудь кексики, что-то очень-очень вкусное Вот правда Ну, узнаете, просто я почему говорю сладости У меня Илья сладкоежка Мужчин, я думаю, это мужчина оценит Во-первых, вы показываете Я такая хозяйка, медаль на грудь Я в мультиварке шарлотку испекла Во-первых, да, вы молодец Во-вторых, вы потратили время Купить что-то Ну, это как бы несложно, понимаете А потратить силы, да, и приготовить что-то, да И порадовать любимого Я думаю, это круто Знаете еще какой вариант крутой? Сварите шоколад ему, например Любит у вас мужчина шоколад с орехами Сварите ему шоколад с орехами Это не так сложно В интернете рецептов полно В какие-нибудь формочки Только не очень большие выбирайте Я думаю, ваш мужчина оценит Согласны ли вы с тем, что если мужчина не ревнует свою женщину То он ее не любит? Часто встречаю такое мнение среди девушек И некоторые ему подруги даже специально ведут себя так Чтобы их ревновали Интересно ваше мнение на этот счет Значит так Нет, я так не считаю Мужчины все очень разные Если женщина не дает повода ревновать И она Ну вообще, как бы, да У него мысль не рождается в голове Что она может что-то сделать Ну разве это плохо? Вот это вот наше женское Вот у нас все хорошо Но надо какую-нибудь хрень придумать себе Да, и нажить проблем То есть сначала она вертит хвостом вроде как, да Потом мужчина реально подкидывается на эту тему Начинает ревновать У них скандалы и конфликты Поножовщина И вот вы уже на НТВ, понимаете В прайм-тайм Зачем это нужно? Меня Илья вообще не ревнует Вот серьезно Даже вот там меня спрашивали Я на сходки блогеров ходила Где одни парни Вообще там одни пацаны Там возраст, я не знаю Там от 17 и до 40, наверное То есть вообще, короче Моя целевая аудитория Понимаете? Вообще Илье все равно Потому что Илья знает меня И Илья очень хорошо знает себя Я всегда ему говорю Илюха Я лучше тебя, в принципе, мужчины Не видела и не встречала То есть какой мне смысл Что-то там Если Короче Вот Так что Слушайте, не наживайте себе проблемы Вот это верчение хвостом Я понимаю, что вам очень хочется Ярких эмоций Я не знаю Придумайте, займитесь чем-то Но вот это разводить своего мужика Зерно недоверия Которое вы просто бросили В сознание своего мужчины Обязательно там прорастет Зачем вам это нужно? Короче, нет Не делайте глупостей Как ты считаешь? Молодой семье нужно жить отдельно Или с родителями? Отдельно Однозначно Хоть Кровь из носу Хоть, я не знаю На съемной В комнате В коммуналке Только отдельно Как сохранить страсть В отношениях Нужно что-то внутри иметь Такое Какой-то такой огонек Нужно иметь желание На самом деле Страсть сохраняется Если вы прям женщина И вы не чувствуете В себе никакого Ну нет у вас вот этого Сходите на какие-нибудь курсы Я сама не ходила Но пошла бы Вот серьезно Нашла бы Если бы что-то сейчас Вот актуальненькое Я бы пошла На курсы Но типа что-то Гейш Там очень интересно Вот Там рассказывают И про прокачку Мышц Определенных Да Тела женщины И про внутреннее состояние Некоторая гармонизация Вот той бури Что обычно у нас внутри происходит Так что Я бы вот так Как-то Ну и конечно Это желание с двух сторон Когда ваш благоверный На диване лежит И читает газетку Ну как-то это Не супер секси Хотя смотря как Лежит и читает Короче Если есть желание Все можно Да Ксюша Как по твоему мнению Вести себя в ситуации Когда будущая свекровь Тебя ненавидит По причине того Что Цитирую Забрала сыночку Из семьи Боже мой В глаза улыбается А парню наговорила Таких гадостей про меня Что он с ней Из-за этого Два месяца не общается Скоро свадьба Она хотела ее сорвать Отказывается приходить Дай совет Во-первых Ваш парень Не самый мудрый человек Он нахрена вам рассказал О том Что говорит свекровь Ему про вас Это очень Немудрый поступок Во-вторых Пускай он с ней беседует И говорит Мама Люблю эту женщину С ума схожу Я так расстроюсь Если ты не придешь На нашу свадьбу Для меня это будет удар Но свадьба состоится Короче Дело в мужчине А вы Я не знаю Чем вы насолили Этой женщине Что значит Забираю из семьи Мне кажется Он должен с ней поговорить И объяснить Что никто из семьи Не уходит На самом деле Что все будет нормально Не знаю Вообще ситуация ужасная Я считаю Что если вот Ну как Блин Так тоже нельзя говорить Я надеюсь Что у вас все будет хорошо Но когда такая лажа На начальном этапе отношений Ну вот я имею в виду Тогда еще перед свадьбой То что же будет после свадьбы Ай-яй-яй Я не верю Что женщины могут оттаять Я не верю Что женщины могут Если она прям вас вот ненавидит Как вы пишете Я не верю Что женщина может поменять свое мнение Извините Вот Не верю Правда Как ты считаешь Через какое время стоит Переходить на следующую стадию отношений Букетно-конфетный период Совместное проживание Свадьба и дети Я считаю Что нужно почувствовать Внутри То есть я вышла замуж Я была в браке Там некоторое время И я вообще не хотела детей То есть я не чувствовала А потом в один день Меня вот так перемкнуло То же самое со свадьбой Мы встречались У нас все было Очень ровно и гладко И я прям внутри Почувствовала Что нужно что-то Изменить сейчас Качественно поменять Для того Чтобы Ну наши отношения Развивались И Илья в принципе Чувствовал то же самое Поэтому я считаю Что нужно прочувствовать Сказать вам Значит так Нужно на каждый этап Восемь месяцев Там Три дня И шестнадцать часов Я не могу Вы должны почувствовать Это внутри Но очень обидно Когда вы что-то чувствуете А ваш мужчина нет Вот Вот это конечно Проблема А вообще еще Можно поговорить Сказать Милая А как ты Ну видишь Наши отношения Через год Например Он говорит Да как Уже будем тут Я не знаю Коляску катать Это уже да Вас должно наводить На какие-то мысли Ну я думаю Что как-то так Ксюша Привет Скажи Считаешь ли ты Что любовь живет Три года А потом Это привычка Нет больше того огня И людям просто Удобно становится Ну может не любовь Прям живет Три года А страсть Да Тот огонь О котором вы говорите Живет три года Да Страсть конечно Поутихает Но это нормально Это было бы Сумасшествие какое-то Если бы мы все так же Относились друг к другу Спустя там Года идут А мы все так же Представьте Старичок со старушкой Сидят там сейчас На лавочке И целуются Вот так вот там Сумасшедшие Вам бы это точно Не понравилось Так что Мне кажется Это нормально Но потом Допустим Через три года Если появляются дети Это тоже новый Виток Отношений И так далее Ну нет Нет Дело не в удобстве Я не знаю Я бы просто Ради удобства Одного Жить бы с человеком Не стала Если не чувствуешь Любви к человеку Он бесит же ужасно Так что Нет Нет Страсть проходит Любовь Нет Ксюша Привет Как относитесь К child free Что такое По вашему мнению Любовь Вот на этот вопрос Про любовь Не буду отвечать Не знаю Просто что говорить И как считаете Детей лучше планировать Или приятная неожиданность Я к child free Отношусь Спокойно В отличие От вот этих Child hate Да Как-то так это называется То есть Это люди Которые прям Ненавидят детей Которые там На форумах Делятся информация О том Как А я там Этого малого Ребенка Не буду слово Говорить Плохое Выгнал из очереди Или я там Ребенку сделал Такую-то гадость А я там Мамашу беременную Что-то там С ней тоже сделал Но такое есть Вот эти люди Мне прям вообще Люто не нравятся Child free Насколько я знаю Психологи Их подразделяют На людей Которым Дети в принципе Не нравятся Не нравятся беременные Ничего Вот это не нравится Да Это детская тематика Ой я извиняюсь Камеру толкнула И Вторая категория Которым дети нравятся Ну просто Они не видят В своей жизни Место этим детям То есть Ну я считаю Это выбор каждого Серьезно Но очень часто Child free Меняют свое мнение На протяжении жизни Вот Бывает что в 40 лет Человек как шарахнет Что Ааа Хочу детей А если даже нет То оно и к лучшему Я за то Чтобы люди были счастливыми Если ты счастливая Когда у тебя 8 детей И они вот так вот ползают По тебе Копошаться Тебе от этого хорошо Отлично И если тебе кайфово быть Бизнес-леди Там я не знаю Тусить Там В 45 лет Ходить по клубам И развлекаться Ну окей Это твоя жизнь И я ничего не могу тебе сказать Пожалуйста Расслабляйся Главное чтобы человек Был счастлив И Ну как бы Не ограничивал Свободой других людей Единственное что Нужно по честному Говорить Не так что там Вышла замуж И потом мужу сообщила Да что я вообще Это чайлдфри Нет это не честно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok